америка находится в очень серьезной беде то что происходит может привести вас к серьезному шоку если это узнать кто из вас слышал о хим следах просто зайдите в интернет и в гугл и наберите chemtrails это химические следы и посмотрите что происходит всю страну опрыскивают ядр чтобы сокрыть план сократить численность населения и одна из частей это хим следы кто слышал об этом они распыляют химикаты целыми областями здесь в висконсоне это было это не обычные следы они не из двигателя выходят они распыляют химикаты по всей америке для чего для сокращения населения это хорошо работает потому что те вещества как раз именно это и делают просто сами почитайте зайдите в интернет и в гугл и наберите chemtrails chemical trails вы даже не поверите какие вещества над вашим городом распыляют но цель давняя сократить численность населения планеты мы об этом подробнее говорим в college class в сериях сатана ненавидит людей хочет сократить население до полумиллиарда такие люди как тэд тернер не знают но они используются сатана а потом когда будет полмиллиарда дьявол и их захочет уничтожить цель сатаны это ноль бог хочет чтобы исполняли его законы сатана город нет не исполняйте хочу чтобы вы были наказаны пошли в ад это разговор о дьявольском плане для нового мирового порядка ребята я не знаю сколько у нас осталось времени а вы знаете что из-за прививок аутизм возрос в семьдесят пять тысяч процентов только в или носи за последние 10 лет есть люди которые серьезно хотят сократить население мы на огромной скорости несемся к великой скорби вы увидите сокращение населения на этой планете до половины миллиарда 90 с небольшим процентов вымрут я думаю в ближайшем будущем у меня четверо внуков я совершенно этого не хочу если вы думаете что я оставляю свою красивую жену и путешествую по 215 дней как в прошлом году 215 раз если вы думаете что мне нравится уезжать вы ошибаетесь война идет и нам нужно набирать солдат это очень просто есть миллионы 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 людей которые никогда не слышали о сотворении никогда говорил однажды в университете в россии 30 профессоров там было после того как я час говорил о сотворении с переводчиком один из профессоров начал плакать и я спросил переводчика а чего он плачет переводчик говорит он никогда не слышал о сотворении даже не знал что такая история существует он хочет чтоб не продолжал я получаю где-то здесь есть моя дочь марлиса моя дочь марлиса на улице я получаю где-то от 20 до 50 звонков каждую неделю меня зовут говорить это просто сокрушает мне сердце я не могу больше я не знаю что вас волнует каждого что-то как бы съедает тревожит меня поглотила распространение истины о сотворении идет реальная война я имею ввиду что я своего дракона в этой войне убиваю эти ребята серьезные они хотят погубить ваших детей они хотят захватить вашу школу и они это уже сделали они хотят руководить всем миром такой у них план да действительно и они серьезно настроены а христиане не серьезно мы развлекаемся нас заботит кто забил придурочный мяч а никто идет на небо когда вы последний раз кому-то свидетельствовали когда последний раз вы кого-то привели к христу когда последний раз вы кого-то на собрание привели когда последний раз вы кому-то дали евангельский трактат кто-то из вас не дает потому что при себе нет секрет в том чтобы носить их с собой это несложно кто-то может сказать о я должен выделить целых четыре часа чтобы выйти раздавать нет сделайте это вашей привычкой например кому-то в макдональдсе можно сказать о спасибо за вкусный гамбр вот билет на небеса когда мы приземлились я пилоту говорю о спасибо за хорошую посадку вот вам он говорит о вы оценили а когда плохая посадка я говорю о мы сели или нас подстрелили придумайте как можно дать и жизнь будет проще просто продолжайте сеять пару лет назад парень который третий в америке третий в америке по мотоциклетным гонкам он из коннеккута я там был как-то проповедовал и год спустя он подходит ко мне и говорит о брат ом спасибо я уверовал спасибо вам за это он говорит можно я приглашу вас на завтрак я говорю конечно он говорит я один мотоцикл с собой возьму что ты попробовал его я говорю хорошо он появился следующим утром выкатывает свою девятисотую хонду там наверное цилиндр расточили увеличили ход поршня не знаю что они там с ней сделали у меня хонда 250 да в то время была сажусь на ту 900 он мне говорит попробуй ну я говорю хорошо включаю первую передачу и думал шею себе сломал второй передачу я уже было хотел на третью переключиться и понял что я еду со скоростью около 140 километров в час а у него шесть передач когда я возвращал мотоцикл я трясся как лист а как быстро он вообще может он говорит я не знаю но отгадайте что он хочет он хочет мотоцикл еще быстрее люди у которых тысяча пар обуви в шкафу знаете что они хотят больше обуви люди у которых большого дома что они хотят дом еще больше люди у которых быстрые машины что они хотят машины еще быстрее неужели вам нужно прожить всю жизнь чтобы понять что на этой земле вещи не удовлетворяют что вы хотите а что ты хочешь а в чем вы зваритесь я говорил девятьсот пятнадцать раз в прошлом году я я безнадежно этим поглощен этим служением все безнадежно я закончен неисправимый неизлечимый попытаюсь тысячу раз в этом году говорить тысячу сто в следующем расскажите брат хоман вы жжете свечу с двух концов да но и свет в два раза ярче светит как-то когда я был подростком проповедник сказал очень сильную для меня проповедь очень влиятельная проповедь с тех пор я совершенно другой человек он прочитал отрывок когда к иисусу подошли двое учеников и сказать господь позволь нам сесть и тут он остановился он сказал это действительно то что они хотели господь дай нам чтобы мы могли сесть что вы хотите делать это не трудно где-то посидеть пожелать расслабиться я не знаю ребята сколько у нас времени осталось я думаю немного я не хочу чтобы эта конференция по сопровению просто набила вам голову я хочу чтобы это было как учебка в армии где бы кто-то мог получить хороший старт через пинок и заняться делом как-то в своей жизни служить богу давайте же ради бога у каждого из вас в радиусе 20 мир есть тысячи детей которым нужно услышать историю о сотворении так дайте же ее им начните дело служение используйте все что я накопил если вам что-то не нравится ешьте рыбу выплевывайте кости ради бога мне не нравятся ваши шутки блогинка хорошо я вам помиление расскажу если нужно каждый из вас может что-то делать для бога каждый а самый худший может служить как плохой пример но каждый что-то должен делать я не знаю за себя смогу ли пойти дальше делать быстрее слава богу за тех людей которые участвуют в нашем деле служения однако же нам нужны тысячи служащих я не против этих креционистских групп которые занимаются исследованиями в интеллектуальных кругах однако я пойду к тем их много больше и становится намного больше вот куда я хочу пойти эй а как насчет вас что вы делаете для господа может быть сегодня бог влечет вас к чему-то в вашем сердце вы можете что-то один человек из лука шофф штат висконсо открыл музей креционизма в своем подвале полностью подвал этому посвятил приобрел множество ископаемых других вещей я спросил сколько это тебе стоило музей сотворения в ока шо в подвале двухэтажного дома за 10 тысяч долларов он приобрел множество ископаемых других вещей с помощью и по 10 тысяч долларов это может сделать любой кто-то из вас может начать свое дело служение люди ходят в макдональдс платит там 120 долларов чтобы устроить день рождения а мы устраиваем день рождения у нас в динозавр лэнди и вы можете устроить такое служение вы можете изготовить динозавровый торт динозавровое печенье сделайте это одновременно и с лежением и бизнесом найдите что-то что делать кто-то должен идти к детям в вашем окружении дьявол пойдет уже наверно достиг успеха последняя история мы заканчиваем однажды я говорил в общественной школе трем станк первоклассников попробуйте это когда-нибудь я поднялся и спросил ребята когда динозавры жили мгновенно все из них прокричали миллионы лет назад это же первоклассники они едва читать умеют откуда они это знают а где же близкие им христиане которые не рассказали им истину у каждого из вас есть кто-то на кого вы можете повлиять я совершенно не собираюсь делать конференции каждый год чтобы набивать людям голову информации на прошлой неделе я получил самое печальное письмо за всю свою жизнь от одной из крупнейших креоцинистских организаций мира они спрашивали какая цель вашего служения они выпускают новости раз в месяц вот так они говорят что мы не благовествуем и я просто я это делаю может быть тут всегда сотворение мана торчащие от информации что же добро пожаловать в такой процесс но вы пропускаете наилучшую радость жизни приводить кого-то ко христу если бог касается вашего сердца сделайте что-то для него в вашем городе может быть вам нужно выйти сюда к сцене и сказать господи я посвящаю свою жизнь эту маленькую тире черточку тебе нам немного осталось дать мне найти да я повторяю каждый что-то может делать все что у меня есть это маленькая тире на надгробной плите дайте найти картинку ага вот однажды будет камень с моим именем на нем когда-то сделают камень и с вашим меня не так ли маленькая тире между двумя датами маленький мальчик подошел к иисусу и сказал у меня немного есть пять хлебов и две рыбы всего можешь взять иисус мог ответить ты хочешь мне все отдать разве ты не голоден он мог ответить да но ты весь день проповедовал возьми себе ну тогда спасибо присядь-ка тут посмотри иисус приумножил пищу и накормил пять тысяч мужчин плюс женщин плюс детей возможно 20 тысяч насытились в тот день включая того мальчика он мог сохранить еду для себя но он отдал и наелся не странно ли это вы можете прожить свою жизнь для себя и достигнуть чего хотите если хорошо работать в америке можно заработать на хороший дом прекрасную машину иметь деньги на счету в банке огромный плазменный телевизор много чего но все сгорит может вы возьмете свою маленькую еду и скажете иисусу у меня всего лишь одна жизнь и она маленькая но ты возьми ее а он скажет смотри что я могу сделать с этой маленькой жизнью а может и кому-то из вас нужно взять свою тире выйти сюда и сказать с господи вот я используя меня я пойду я не знаю что делать что ты хочешь чтобы я делал давайте все станем склоним головы закроем глаза это лагерь подготовки нам нужно чтобы кто-то записался и дальше всегда участвовал давайте когда я буду молиться в своем сердце скажите господи вот мое тире возьми вот